Количество аварий с участием такси городского транспорта в этом году увеличилось. Поэтому не стоит надеяться, что если сели в автобус или такси, то безопасность гарантирована. В ходе рейда инспекторы проверяли и грузоперевозчиков. К ним предъявляются такие же требования, как и к тем, кто осуществляет пассажироперевозки. Водители должны иметь при себе лицензионные карты, путевые листы и самое главное – водительское удостоверение, которое иногда просто забывают дома. Вообще водители общественного транспорта считают более ответственными. Водители данной категории транспортных средств отличаются особенной дисциплинированностью, так как на предприятиях, в них осуществляющих грузоперевозки и пассажирские перевозки, в частности, производится контроль по выпуску транспортных средств в рейсы, а также водителей, наличие всех необходимых документов. Первый этап рейда перевозчик подходит к концу. С 9 октября начнется второй этап, в рамках которого также проверят водители грузового транспорта и пассажироперевозок. Цели спецоперации останутся прежними. Повышается уровень безопасности дорожного движения, профилактика грубых нарушений, такие как выезд на встречную полосу движения, превышение скорости, непредоставление преимущества пешеходу, нарушение правил маневрирования. Госавтоинспекция подвела промежуточные результаты первого этапа рейда. За две недели выявили почти 60 перевозчиков, пассажиров и грузов, которые нарушили те или иные правила. И это несмотря на то, что с начала этого месяца штрафы увеличились в разы. Чаще всего из нарушений отмечали непристегнутый ремень безопасности.